Книга «Открытым оком». Вопрос 480. В чем разница между обетом священника, монаха и клятвой, который запретил Христос? Тема «Богослужение». Отвечает Игнатий Тихонович Лапкин. О том, что запрещенной клятвой постоянно пользовались в царской России, судах, армии и других местах, как раз и говорит, что на все остальные обеты, присяги, клятвы смотрели легче, как на вполне допустимые и необходимые. В действительности же Господь разрешил только два слова, и это заменяло самые сильные клятвы даже именем Божьим. «Да», значит, так и было, а не иначе. Сказал «Да, и это полная гарантия, что я выполню, не просплю, не забуду, возвращу, потому что все, что делаем, делаем перед лицом Божиим». Колоссянам 3.23. «И все, что делаете, делайте от души, как для Господа, а не для человеков». «В каждом человеке я должен видеть образ Божий. Для чего же тут клятва?» Златоуст говорил «Друг – это второй я. Зачем мне обманывать себя?» «Нет», не означает следующее. «Нет, означает следующее. «Если я узнал, что Слово Божие запрещает мне принимать участие во зле или ННН, значит нет. Никакие уговоры не действуют. Стоять до конца, повторяю, это тогда, когда запрещается Словом Божиим». «Сам институт монашества, сами монастыри не имеют никакого основания на Слове Божием». «Это всего лишь молчаливый, совершенно не евангельский протест против Слова Божия, хотя мыслится как протест против обещания Церкви. И когда сегодня берут интервью у настоятельниц монастырей, у епископов, как они дошли до такой жизни, и они умиленно говорят, что таким образом желали послужить Богу и людям, как смешно это читать. «Ни одного шага, ни одного слова здесь нет правды, все ложь. От мира не отделились и стали потребителями, и очень часто просто паразитируют за счет других, как говорится на Стоглавом Соборе под председательством Ивана Грозного». Игнатий Бринчанинов, возвратившись из инспекционной поездки по монастырям, с огромным разочарованием подводит итог. На всю Россию едва ли пять монастырей, которые соответствуют самому назначению. Иоанн Златоуст заботился о том, чтобы монастыри были школой проповедников, и в дальнейшем бы снабжали их всем необходимых, а их птенцы разлетались бы по всему свету, неся благую весть. «Моно» значит «один», означает то, что у тебя нет семьи, и твоя забота об одном. 1 Коринфянам, 7 глава, 32 и 34 стих. «А я хочу, чтобы вы были без забот. Не женатый заботится о Господнем, как угодить Господу. Не замужний заботится о Господнем, как угодить Господу, чтобы быть святою и телом, и духом. А замужний заботится о Мирском, как угодить мужу». Один, а они сбились в тысячелетние коллективы. В тысячные коллективы. Какая силища была запечатана в стенах монастырей. Проспали Россию за высокими стенами, пока демократы и большевики полностью не развратили всю Святую Русь. И вчерашние прихожане с вилами в руках крушили монастыри и храмы. Убили и разогнали насильно, отправили в мир тех, кто добровольно не хотел служить людям. И это не без воли Божьей. Сегодня смотришь на тех, кто принял монашество. Какие же они нежизненные, как будто в день принятия обетов монашество их кастрировали и телесно, и духовно. «Привыкли жить беззаботно. Все от архиерейской глани ждут. Столуются. Как у пророка Даниила жрецы из-под стола вылазят». Даниила, 14 глава, 14 по 15 стих. «Когда они вышли, царь поставил пищу перед вилом, а Даниил приказал слугам своим, и они принесли пепел и посыпали весь храм в присутствии одного царя. И, выйдя, заперли двери и запечатали царским перстнем и отошли. Жрецы же по обычаю своему пришли ночью с женами и детьми своими, и все съели и выпили». «Каждый монах должен так работать, как будто у него 10 детей и жена неожидевения, а они спят, как прорву, и едят без укороту». «Без укороту». «Учитесь у Авы-Дорофеи жить». «Без укороту». «Без укороту».